Доброго времени суток! Меня зовут Август. В данном видеообзоре мы с вами рассмотрим наипростейший способ создания арт-тем для браузера Firefox. В браузере Firefox существует довольно удобный динамичный плагин называется Personas, который позволяет нам буквально в пару кликов менять скины. Процесс создания темы довольно простой. Методы и софт подбираются также по самой идее, ну и соответственно по профессионализму. Мы с вами смиксуем весь open-source софт, такие программы, как Blender, GIMP и сторонние плагины для GIMP. Основной мануал по созданию скина для плагина находится на официальной странице, которая предоставляет нам краткий обзор по шаговому и наипростейшему способу создания темы. Описание хоть и на английском, но довольно просто. Сама шапка, вот верх, хедер, должен иметь размер 300, простите, 3000 на 200 пикселей, формат PNG, либо JPEG. Не должен превышать более 300 килобайт и соответственно не должен превышать размер. Низ браузера, нижняя панель должна быть размером 3000, уже не на 200, а на 100. Итак, изначально мы создадим простенькие наброски для примера в Blender. Blender сослужит нам службу создания элементарного шамблона, чтобы не тратить время на манипуляции в GIMP. Для этого достаточно нам задать, как мы описывали ранее, 3000. Делаем верхнюю в начале шапку на 200. Формат PNG, либо JPEG. Учтите, что PNG всегда более объемный формат, JPEG менее качественен, ну и соответственно меньше объема. Изначальный шаблон будет весить около, даже не дотягивая и 100 килобайт, с фиксом размеров 300 для плагина. Поэтому изначально пока оставим PNG. Итак, мы во вкладке World создадим изначальный шаблон, пока по умолчанию синего стандартного цвета. И давайте посмотрим. Мы с вами отрендим. Вот мы с вами видим уже практически готовый фон. Вот он. Шапки. Разнообразную динамику можно внести с использованием, соответственно, Солнца. Добавить атмосферу и небо по стандарту. И протестировать. Вот мы видим, согласно установке красноватых теней, добавление неба и атмосферы. Манипуляции исходными шаблонами фона довольно простые и интересные. И являются первым основным шагом по созданию основной темы. Давайте перейдем обратно в вкладку World. Можно добавить гамму звезд. Сделаем ее покучнее, поскольку картинка узкая. Можно добавить цвета. Немного сделать фон светлее. манипуляции манипуляции исходным изображением фона могут быть разнообразны, как работают с нодами, так и дополнительные картинки и прочие материалы, поэтому для данного видео обзора сделаем урезанную версию по стандарту. Итак, это у нас получилась верхняя шапочка, которая имеет размер 3000 на 200. Сохраним сие чудо, назовем его Up. Теперь мы с вами создаем то же самое, но низ уже размером 3000 на 100. мы получили с вами низ, сохраняем его. все, шаблон практически готов. Более даре нам блендер не понадобится, но также не исключено, что после доработок в GIMP можно также для постобработки дорендить или доработать сам скин. Итак, с блендером пока закончили, итак, переходим к работе в GIMP, в GIMP еще намного все проще и интересней. Не обязательно иметь какой-то большой навык опыта работы в GIMP. Итак, вот мы немного увеличим сам край, поскольку обратите внимание, что без, допустим, вот этой нижней панели если ее убрать, то картиночка будет еще немного узковатая и основные темы файерфокса, как видно, делаются с учетом на правую сторону в правом углу всегда более достаточно места для какой-то либо визуализации, либо, как видим, немного левее, но в правом верхнем углу. Что касается нижней панели, то она всегда будет немного обрезана, можно сделать простой дубль, но и также проявить фантазию на соответствии заголовка верхнего. В GIMP мы с вами продолжим работать обычными кистями, уже готовыми и, соответственно, по вашей задумке. Итак, давайте сделаем простой шаблон на фоне темно-синего неба с краплями звезд. Пусть будет бабочка. Так, черным ее делать не будем. Возьмем из градиента какой-нибудь цвет для примера. Хотя бы вот этот синевой. Ну и для наглядности можно добавить такой вот произвол бабочка в паутине своеобразная. Далее есть такие нюансы развития шапки, поэтому можно сделать немного так вот, преувеличив вплоть до крайнего левого края. Ну, тут уже ваша художественная сущность. Надо вам определенно понять, чего вы в действительности хотите. Итак, мы это сохраняем. Пока временно в PNG. Назовем AP1. Первая обработка. Открываем с вами нижний шаблон нижней панели. Тут практически все то же самое, но намного уже. Можем оставить как есть. Можем произнести что-то свое в крае. Или с какой-то собственной изюминкой. Для примера можно выполнить вот такое вот разнообразие. Также сохраняем в первой обработке. Шаблоны на втором шаге у нас практически готовы. Теперь, конечно, можно эти шаблоны немного профильтровать и доработать плагинами. Ну, скажем, заданием немного рельефа сферического. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь можно немного доработать джемики. Ну, соответственно, по цвету немного. Так же зависит от самой задумки. Вот, оставим 8 единиц. Вот, а немного поярче. И немного можно прополировать гамму цвета. вот мы видим такой вот уже исходничек сохраним его как АП-2 второй ход соответственно и низ вот мы видим рельефный свет прибавляет немного по центру увеличения что весьма неплохо смотрится есть множество способов и автоматических скриптов для улучшения и создания но это лично по вашей задумке и так давайте посмотрим непосредственно в самом браузере в настройках если она отключена необходимо включить дополнительно пункт скин пользователя из меню вот он скин пользователя редактировать и выбираем непосредственно наши с вами труды вот появился шапка и появился низ как мы видим вот наша ромашка но тут уже планета ушла ее не видно наша бабочка с паутиной то есть мы видим третья нижняя пока не видна это при увеличении будет видна и соответственно можно построить при загрузке непосредственно на сам сайт чтобы мы уже знали какие мы с вами будем использовать цвета давайте немного в головую сторону непрактично портит да что-то где-то рядом но все же по-моему белый да белый самый перспективный можно даже притемнить вот так вот все практически все основные методы описаны схемы пошагово как мы видим мы с вами использовали open source софт Blender Gimp и плагин Gmic как видим достаточно все просто эффективно и интересно загружать конечно не обязательно можете использовать саму тему арта локально либо поделиться с народом и разработчиками спасибо за внимание всего доброго до свидания демократа